Поиски тела на Сии Бахтадзе продолжились в субботу 5 августа с 8 часов утра. Сотрудникам правоохранительных органов, МЧС, работникам администрации Галского района, УГХ, отдела образования, директорам школ и медикам ЦРБ присоединились видеографы из Сухума, управляющие дронами и местные видеооператоры. С первого дня поисковой операции её участников сопровождает и съёмочная группа «Калмедиа». Поиски тела убитой девушки велись в прибрежной полосе сёл Гуда, Хуч, Пчара и Гагида. «Работает пять катеров, по три человека, экипажи в каждом катере. Жители в деревне села Гагида, в Печорах, в Приморске, которые люди здесь съездят. Совместно с нами находится вся администрация Галского района, райотдел милиции, все стараемся как-то, но пока мы ничего. Два катера поплили в сторону, третий ГЭС, трое моря находятся, ищут». Спасатели на катерах продолжают обследование береговой линии акватории Чёрного моря Галского района. «Непосредственно организована ГУА администрация Галского района с привлечением и населения Галского района, которые изъявили желание в помощи в милиции и прокуратуре, продолжаются мероприятия в поиске гражданки Бахдадзе, которая пропала 28 июля 2023 года. Сегодня, 5 августа, были продолжены оперативно-поисковые мероприятия, значит, на территории Гальского района, это ближе по устье канала, ближе к берегу моря, левая и правая сторона, были задействованы маломерные суда, в количестве 6 маломерных судов, лодок, сотрудниками местного населения, сотрудниками милиции, проводили поисковые мероприятия вдоль канала, вдоль устья, по берегу моря. Берег моря был охвачен почти до территории Чемчирского района и территория в сторону территории Республики Грузия, до реки Ингур. Третьи сутки работы поисковые идут по пропавшей девочке, по поручению главы администрации района Константина Эдуардовича. Значит, наша группа сейчас из числа директоров Хацхинская, Верхняя, Нижняя, Баргябская школы, Пчарская школа и, конечно, Шашикварская школа, там, где она и работала, директора школ со своими сотрудниками, волонтеры ближайших деревень со своими катерами. Значит, мы прошли от Печоры до Гагиды, до речки. Это в порядке около 7 километров, где полностью прошлись пешим и на катерами прошлись. Но пока результата никакого нет. Сам глава Константин Эдуардович, он с другой группой от речки по берегу моря Приморск и канал по обеим берегам, тоже поисковые группы ведут там. Но пока результата нет, мы руки опускать не будем, будем дальше также работать. Подразделения разделились на три группы. К спасателям присоединились не только местные жители, но и волонтеры из других районов. В общей сложности поиски ведут более ста человек. Всё это время глава района Константин Пилия не просто вместе со всеми ведёт поисковую операцию, но и снабжает автотранспорт участников необходимым топливом. Сегодня с утра был сбор в администрации. Собрались люди, приехали волонтеры, приехали из Ухума ребята, владеющие дронами, умеющие пользоваться своим оборудованием. Благодарность им большая, что поучаствовали с нами в поисковой операции, как говорится. В селе Пчара, в селе Гагида люди вышли на моторных лодках, походили вдоль берега. Вот эти такие места, где заводи были, где недоступные, а потом вдоль канала, ещё километров пять заплывали до четвёртой ГЭС. Но сегодня результатов не дало. Дальше будем работать и ещё будем продолжать поиски. В случае обнаружения тела девушки, участники поисковой операции должны будут по телефону оперативно уведомить об этом МВД и Следственный комитет Генеральной прокуратуры Абхазии. С раннего утра педагогические коллективы Пиада Баргяк, Белада Баргяк, весь мужской персонал, который мог ходить, собрались. И начиная вот с Кагитского, от Приморья до Печорского, где-то километров пять, почесали буквально каждый сантиметр. Не знаю, что даже говорить. Вот такая трагедия произошла. Это трагедия не только семьи, не только района этого республиканского масштаба. Ну, сегодня собрались за то, что искать тело на Тюбахтанзе. Села с Печора. Начиная с Печора, сейчас лодка, скотера работали. Пошли до Ачамчира, до Илора. Даже заехали в канал, но пока ничего не получилось. Не смогли найти тело на Тюбахтанзе. И мы завтра, послезавтра будем в поисках тела на Тюбахтанзе. Поиски тела убитой девушки в море не прекращались до вечера. Обследование береговой линии, акватории моря, к сожалению, на данный момент ничего не дало. Тело не найдено. Но, как уточнили нам в штабе поисковой операции, работа в этом направлении будет продолжаться. Выражаю благодарность всем, кто сегодня рядом с нами. Вот так все вместе. Это утрата, это трагедия. Наверное, нет ни одного человека в республике, кого это не проняло, кто это не прочувствовал. Люди помогают, звонят, предлагают помощь. Больше количества людей не нужно, будем справляться дальше своим силами. Администрация района выражает отдельную благодарность операторам видеодронов Раулю Киут, Георгию Жирову, Сайду Абуба и Давиду Чакаберия.